Здравствуйте! Хотите узнать, какие подземные богатства прячутся под землей? Тема урока «Полезные ископаемые». Горные породы и минералы, которые человек использует для своих хозяйственных нужд, называют полезными ископаемыми. Большинство из них твердые. Это каменный уголь, торф, гранит, мрамор, алмазы, песок и другие. Но есть и жидкие полезные ископаемые. Это нефть и минеральная вода. И газообразные полезные ископаемые. Природный газ. Геологи все время занимаются разведкой месторождений полезных ископаемых. Месторождение – это место, где залегают полезные ископаемые. А зачем это нужно людям? Чтобы изготовить стекло и сделать из него стакан, нужен особый песок. Это полезные ископаемые. А чтобы суп был соленым, нужна соль. Это тоже полезные ископаемые. А чтобы сделать чашку или блюдце, нужна особая белая глина – каолин. Это полезные ископаемые. А чайная ложечка сделана из металла. И железная дорога, и океанский лайнер, и станки, и часы, и многие другие предметы. А металлы выплавляют из руды. Руда – это полезные ископаемые. Изготовленные человеком самолеты, машины, тепловозы сами не поедут и не полетят. Им необходимо горючее, бензин и керосин, которые производят из нефти. Нефть выкачивают из земли. Это тоже полезные ископаемые. И природный газ, который голубыми огоньками горит на кухонной плите. Это тоже полезные ископаемые. Вот сколько разных подземных богатств. С каждым годом растет потребность людей в горючих полезных ископаемых. Каменный уголь, торф, природный газ – это основное топливо для жилых домов, для фабрик и заводов, и теплоэлектростанций. Самые необходимые человеку полезные ископаемые – это каменный уголь и нефть. О них и будет наш разговор. Всем известно, что уголь черного цвета. А вы знаете, что он бывает желтого цвета. Он называется сланец. А также золотистый уголь и даже голубовато-фиолетового цвета. Углем каменным его назвали так потому, что долгое время считали камнем, настолько он твердый. Разгадал тайну происхождения угля русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Он доказал, что каменный уголь образовался из древних растений, которые росли на земле сотни миллионов лет назад. Без каменного угля нельзя выплывить металлы из руд, нельзя приготовить цемент. Из каменного угля производят пластмассы, смолу, лекарства, жидкое топливо, кислоту, пищевую соду, краски и чернила. Сам уголь без запаха, но из него производят духи и разные пахучие сиропы для конфет и пирожных. Уголь непрозрачный, но из него делают самое лучшее стекло, легкое, твердое, чистое. А еще уголь используют в производстве удобрений, от которых лучше плодоносит земля и растут овощи, фрукты, зерновые культуры. Из угля можно добыть даже витамины. Из нефти получают более тысячи веществ. Из этой маслянистой коричневатой жидкости получают чистейший бензин и керосин для авиации, дизельное топливо. Их отличие от каменного угля в том, что при сгорании они выделяют значительно больше тепла. Из нефти изготавливают небьющееся стекло, пластмассы, которые используют при строительстве домов, изготавливают из них мебель и детали для машин, создают украшения. Битум, который также производят из нефти, необходим для асфальтового покрытия дорог. А как образовалась нефть? Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Многие считают, что за сотни миллионов лет вещества, составлявшие когда-то водоросли, рыб, рачков, превратились в нефть. Водоросли и рачки умирали. Их останки вместе с ракушками и скелетами рыб скапливались в спокойных водах, морских заливов в огромных количествах. Они смешивались с илом и песчинками, которые приносили реки, впадающие в море. Значит, нефть можно найти в тех местах, где когда-то были древние моря? Так оно и есть. Геологи разыскивают заливы и берега давно исчезнувших морей. И, как правило, обнаруживают там запасы нефти. Наша страна очень богата нефтью. Нефть добывают между Уралом и Волгой, за Уралом, в верховьях реки Лены, на острове Сахалин, в Восточной Сибири. А самые крупные месторождения каменного угля находятся в районе Воркуты, в Донецком бассейне и в Кузбассе. А какие полезные ископаемые называются рудными? Человек с давних пор ищет месторождение руд, содержащие металлы. Из руд черных металлов выплавляют железо, сталь, чугун. А из руд цветных металлов алюминий, цинк, свинец, медь. Как правило, изделия содержат не чистые металлы, а их сплавы. Сплавы – это вещества, которые получают при плавлении двух или более металлов. Одним изделиям необходимы пластичность, упругость, гибкость. Другим – прочность, твердость, долговечность. А третьим – легкость и блеск. Например, чистое железо – очень мягкий металл, из которого не сделаешь ни гвоздя, ни ножа. Чтобы получить сталь, в железо добавляют другие металлы и различные примеси. Сплав алюминия, хрома, титана используется в производстве прочных и долговечных космических и военных кораблей, самолетов, ракет. А в тонкие алюминиевые листы – фольгу. Заворачивают шоколад, чай, плавленые сырки. Ювелиров с давних пор привлекают замечательные свойства драгоценных металлов – золота, серебра, платины. Из них изготавливают ювелирные изделия, чеканят монеты. Эти драгоценные металлы широко используются в радиотехнике. Из них изготавливают сверхточные космические приборы. Если ты живешь на Урале, в Забайкалье, на Алтае, в Красноярском крае, в Восточной Сибири или на Дальнем Востоке, то твой край богат месторождениями руд цветных и редких металлов. А в Якутии, например, добывают нефть, алмазы, бурый уголь. Жизнь современного человека невозможно представить бесполезных ископаемых. Полезные ископаемые – это огромное, бесценное богатство нашей страны. Сегодня на уроке вы познакомились с новыми понятиями полезные ископаемые, месторождения, руда, сплавы. Вы узнали о горючих полезных ископаемых и рудных, и о их значении в жизни современного человека. На этом наш урок закончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова